Всем привет! Вы попали на канал о питомцах Хомуся Лайв. Сегодня в этом видео вы узнаете, почему хомяк спит днём. Наверняка, когда вы только привезли хомяка из зоомагазина и увидели то, что он сразу побежал в домик, у вас проскакивает мысль о том, что хомячок просто устал с дороги. Но когда вы видите спящего хомячка уже на второй день, у вас начинает проскакивать нехорошая мысль о том, что ваш хомячок болен. Не бойтесь, всё с вашим хомячком в порядке. А сейчас я расскажу причины, почему хомяк спит днём. Давайте вернёмся во времена, когда хомячки ещё не были приручены. На веков так 5 назад, ну или 6. В то время хомячками питались практически все. Змеи, крокодилы, птицы. Да и сейчас они не унывают и любят кушать хомяков. Хомяков поймать очень легко. Они вкусные и полезные для большинства животных, которые ими питаются. И поэтому, чтобы спастись, хомячки решили выработать для себя такую схему. Днём, когда ящерицы, птицы и другие активны, они будут крепко спать в своих норках. А ночью, когда все эти животные засыпают, они выходят наружу. Плюс в пустыне очень жарко. И днём хомячки ходить просто не могут, ведь хомячки склонны к тому, что погибают от жары. А вот ночью в пустыне прохладно, хомячки выходят, и им приятно ходить по холодному песочку и в холодном воздуху. И добывать еду, которую впоследствии будут кушать в своих норах. Но почему же хомячьи инстинкты продержались до такого времени? Прошло целых 6 веков. Хомячки должны были уже отвыкнуть от своих инстинктов. Дома нет ни хищников, дома ни жарко, ни холодно. Хомяки должны, как все же нормальные живые существа, спать ночью, а гулять днём. Но, ребята, не забывайте то, что хомячки, они держат в себе память своих предков. Не все животные отвыкают от своих инстинктов. К примеру, собаки, это же бывшие волки. Они сохранили в себе волчьи инстинкты. Лаять, когда заходит чужак, охранять свою территорию или кидаться на врага. А на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Кстати, как сделать так, чтобы колесо вашего хомячка стало бесшумным, я расскажу в следующем видео. А пока что, до послезавтра.